Дживс и Вустер Покайтесь сейчас Время пришло Покайтесь сейчас Вам это может не нравиться, леди и джентльмены Может быть, это не понравится вашему королю Англии Но оно надвигается И ни вы, ни я, ни король Англии Ничего не можем поделать Пылающая раскаленная топка ожидает всех нас Это научно доказано Можете сами проверить, когда я закончу Было доказано неоднократно, что ваш волнистый попугайчик Более опасный распространитель чумы и других страшных болезней Чем коричневые крысы Заразившие черной смертью всю Европу В 1492 году Мистер Остер, вы? Привет, лорд Биттлшин, поправились? Да, я прекрасно себя чувствую, благодарю А вы? Спасибо, я тоже Видели недавно Бинго? Бинго? Вашего племянника А, Ричарда, нет, давно не видел После моей женитьбы наши отношения стали прохладными Надо же А леди Биттлшин, как она себя чувствует? Превосходно, спасибо Кстати, вы слышали о лошади океанский бриз? Да, моя жена увлеклась скачками, поэтому я сейчас покупаю конюшню Насколько я понимаю, океанский бриз будет фаворитом На следующей неделе в Гудуде Кубы Гудуде, да Я очень рассчитываю на океанский бриз Вот идут двое, взгляните на них, посмотрите на них, внимательней, товарищи Это два представителя класса, который столетиями угнетал бедных Бездельники, тунеядцы, посмотрите на этого высокого кудова с лицом, как у фигурки на капоте машины Хоть один день в жизни он работал? Нет Вор, кровосос Держу пари, что он до сих пор должен портному, сшившему эти брюки Эти ребята неплохие ораторы, очень остро А толстый, не пропустите его Знаете кто это? Это лорд Биттлшин Вот кто Делает ли этот человек что-нибудь в жизни, кроме того, что ест четыре раза в день? Вы поразмыслите над этим Я всегда был за свободу слова, но не намерен выслушивать эти оскорбления Всего хорошего, мистер Усталь Сегодня, товарищи, мы на пороге революции Наступает момент, когда мы обернем против эксплуататоров-капиталистов их собственное оружие Мы знакомы? Привет, Берти Бинго Что ты там делал? Твой у дяди чуть удар не хватил? Посмотри, Берти, разве это не самая замечательная девушка, какую ты когда-либо видел? Не говори, что ты снова влюбился Берти, это по-настоящему Ее зовут Шарлотт Роуботт Ее отец хочет раздавить буржуазию, сравнять землей парк Лейн и выпотрошить аристократию Благородная миссия, не правда ли? Спасибо, Джордж Пару джинов И где ты познакомился с ней? На втором этаже автобуса Я влюбился, взял ее адрес и через два дня купил бороду и пошел знакомиться с ее семьей Зачем бороду? Она рассказала мне о своем отце И я понял, чтобы расположить его к себе, мне надо присоединиться к его организации «Красный рассвет» И выступать в парке Я там постоянно буду наталкиваться на своих знакомых Так что теперь старик Роуботт считает меня большевиком, скрывающимся от полиции Что ты делаешь сегодня в нем? Ничего особенного, а что? Ты можешь пригласить нас к себе на чай Я обещал сводить их в кафе «Лайонс» после митинга, но у меня проблемы с деньгами Ты знаешь, что мой дядя женился? Да, да С тех пор он тратит на нее все деньги и экономит на мне Между прочим, купил скаковых лошадей Ты собираешься в Гудвуд? Конечно Поставь свою последнюю запонку на океанского бриза Конечно Он победит Я хочу выиграть деньги, чтобы жениться на Шарлотт Кстати, насчет чая Бинго, я не уверен, что... Нас будет всего четверо Шарлотт, я, старик Роуботт и товарищ Батт Что еще за товарищ Батт? Маленький сморщенный тип, похож на треску, у которой больные легкие Он ухаживал за Шарлотт, пока не появился я Он был любимчиком ее отца Ты не знаешь, где мне раздобыть? 50 фунтов Заработать? Берти, нет Я должен придумать другой способ Поставлю последние 50 фунтов на океанского бриза Ну ладно, до скорого Дживс, я переживаю Сэр? За мистера Литтла Он сегодня придет с друзьями на чай, я хочу, чтобы ты сам оценил ситуацию Хорошо, сэр Дело касается молодой леди Легко догадаться, сэр, зная пристрастие мистера Литтла Да, я видел только фотографию Дживса, возможно, у нее золотое сердце Однако меня поразило то, что у нее золотой зуб Хорошо, сэр Дживс, относительно этого чая, купи булочек Да, сэр И немного ветчины, джема, омлета И пять-шесть упаковок сардин Сардин, сэр? Сардин Не смотри на меня так, Дживс, я не виноват Нет, сэр И еще, Дживс Да, сэр Кажется, друзья мистера Литтла – революционеры Не думаю, что им понравится то, что у меня есть слуга Понимаю, сэр Если мы сделаем вид, что мы с тобой приятели, думаю, все будет проще Приятели, сэр? Да Тетя Делли, привет, старая родственница Привет, Дэрти, молодой балбес Кажется, ты собиралась в деревню? Собиралась Ты трезв? Как судья Тогда слушай внимательно Я собираюсь пожить в Марше Мэннер У Корнелли фоторгел романистки Ты слышал о ней? Что-то слышал, но я ее не читаю Читал бы, если бы был женщиной Она пишет женские романы Я пытаюсь убедить ее, чтобы она печатала свой новый роман с продолжением «В будваре Миледи» А как поживает твой журнал? Мой журнал поглощает деньги, как любой другой качественный журнал для утонченных леди Новый роман Корнелли и Фоторгел может его спасти Но пока от Корнелли никакого толку Она не говорит «ни да», «ни нет» Поэтому ты поедешь в Марше Мэннер Я? Собственной персоной Зачем? Чтобы помочь мне уговорить ее Используй все свое обаяние Ты очаруешь ее Даже не знаю Я хотел поехать в Гудвуд Маршеман Бэйл в двух шагах от Гудвуда Из окна моей спальни виден флажок, которым дают старт лошадям Ну, это меняет дело Да Простите, товарищ Вустер К вам пришли какие-то личности Товарищ Вустер, мы много слышали о вашей самоотверженной борьбе против капитализма Кто эти люди, Берти? Ну, Бинголиттл, ты знаешь Знаю? А это, как я понимаю, мистер Роллботтем Рад познакомиться с вами, товарищи Это моя дочь, товарищ Шарлотт А это товарищ Батт Батт, что? Товарищ Батт мечтает о революции так же, как и вы Товарищ Вустер мечтает только о том, чтобы фаворит сдох на скачках Если он на него не поставил Опять ты шутишь, товарищ Дейли? Думаю, мне лучше уйти Хорошо, хорошо Не знаю, во что ты ввязался, Берти Но завтра ты должен быть в Марше Мэннер Кстати, когда ты приедешь, я попрошу тебя о небольшом одолжении И что за одолжение? Скажу, когда приедешь Небольшая услуга для тетушки Тебе понравится Пока, товарищи Вкусная ветчина, папа Ветчина, булочки, омлет И все отнято у тех, кто умирает от голода Черт, пожалуйста Удивляюсь, как эта еда не превращается в прах на наших губах Еще сардин, товарищ Бат? Хорошо Но только в знак солидарности с нашими португальскими братьями А почему вы не садитесь, товарищ Дживс? Все революции, товарищ Бат, совершались для того, чтобы накормить голодный пролетариат Хорошо сказано Отлично, товарищ Дживс Неважно, как сказано, товарищ Роуботом Он ведет себя, как слуга Слуга? Нет, нет, нет Мы делаем это по очереди Один день я занимаюсь домашними делами А на следующий день, товарищ Дживс Сегодня его очередь Да, дружище? В самом деле, товарищ, сэр, дружище, приятель Может, присядешь, товарищ Дживс, а я тебя заменю Покажем товарищу Бату, как это выглядит Хорошо, товарищ Кто хочет выпить чаю? Думаю, нужно еще кипятка, товарищ Кипятка? Отлично, да Он в чайнике, товарищ Вустер Естественно, товарищ Дживс Да, все верно Сказано, сделано Или как там говорят Я пришлю вам литературу по поводу общего дела, товарищ Дживс Может, встретимся на одном из наших митингов? Может быть, конечно, товарищ Роу Боттом Не знаю, что ты делал с плитой, товарищ Дживс Но я не могу зажечь газ Это электричество, сэр Мне ваши так называемые друзья кажутся подозрительными, товарищ Литл Ты всегда всех подозреваешь, Чарли Батт Ничего подобного Посмотрите вокруг Рабочие так живут Это буржуазный декаданс Вот как это называется Но смотрится неплохо Кипяток сейчас будет Мы вчера поставили новую плиту Я еще не привык к ней Электрическая плита Не могу вспомнить, товарищ Вустер Что товарищ Сталин говорил в связи с этим социализмом? Товарищ... Думаю, товарищ Батт имеет в виду доклад товарища Сталина На Конгрессе Советов в 1920 году В котором он сказал, что социализм Это советская власть плюс электрификация всей страны Должен признать, Дживс, ты здорово держался Откуда ты столько знаешь про революцию? Надо знать все о кознях дьявола, сэр Что ты скажешь о Шарлотте Роу Боттем? Я предпочел бы не высказывать свое мнение, сэр Дживс, Бинго влюблен в эту женщину Я это понял, сэр Она шлепнула его в коридоре Шлепнула? Да, сэр Грубовато Не знал, что все так далеко зашло Как это воспринял товарищ Батт? Кажется, он ревновал, сэр Дживс, дело серьезное Очень серьезное, сэр Дживс, почему мысль о небольшом одолжении для тети Делли внушает мне ужас? Опыт, сэр Вы, наверное, племянник Делли, мистер Уустер? Да, именно Как мило, что вы к нам приехали Я Корнелия Фоттергилл Очень приятно Я хочу поселить мистера Уустера в комнате над входом Очень хорошо, миссис Фоттергилл Мой муж еще в студии, мистер Уустер Прогуляемся туда, я вас представлю и попробуем уговорить его закончить работу Согласен Берти Привет, Мэйделен, не знал, что ты здесь Миссис Фоттергилл помогает мне с моими стихами Мы пытаемся уговорить Мэйделен как-нибудь почитать нам стихи Я бы очень хотел послушать Пойдемте, мистер Уустер Тебе не стоило приезжать Ну, я... Ты должен забыть меня, Берти Пусть прошлое умрет Умрет? Да, отлично Эдвард сейчас пишет лорда Ситкопа? Правда? А чем пишет? Я вас не поняла Нет, нет, портрет По случаю получения им титула Это племянник, миссис Трэвис, Эверард Мой муж, мистер Уустер Эверард Фоттергилл Очень приятно Да, да, да Отец Эверарда тоже художник, мистер Уустер Вы познакомитесь с ним за обедом Очень умная живопись Вам нравится? Мне знакомое-то лицо Страшный, как дьявол Он похож на парня, которого я... Уустер Проклятие Простите, мне ужасно жаль Что вы здесь делаете, Уустер? Да так, ничего Я то здесь, то там Мне нравится ваша шляпа Это корона, мистер Уустер Мистер Спотт, теперь седьмой пэр Ситкоп Боже Я унаследовал титул своего дяди шестого пэра Езжу по стране, прощаюсь со своими легионами спасителей Британии Вы оставляете черные шорты Меня пригласили в правительство Завтра я буду произносить речь перед дивизией маршем Парва Геннет Это будет трогательное расставание Итак, у него появилась мысль написать мост в Челси Мой свекр замечательный художник Живопись у него в крови Ну и ну Полагаю, вы придете завтра на мое прощание с дивизией Геннет Раз кем так и не получил свои пять миллионов Не многие знают об этом Неужели? Кстати, о крови Мое движение призвано построить новый порядок, основанный на справедливости и равенстве То, что я стал пэром, это ужасная несправедливость С вами произошло что-то неприятное, дядя? Мы будем принимать законы, которые обеспечивали бы каждому гражданину равные права Сын мусорщика будет иметь абсолютное гарантированное право стать мусорщиком Какая мудрая мысль И так далее Это будет зафиксировано в законодательстве Надеюсь, вы все услышите мою прощальную речь перед дивизией Геннет с маршем Парва Да, да Мне нужно только отполировать клюшки для гольфа Пап, лошадь и конюх Товарищ Батт, не так ли? Что? Могу я присоединиться к вам? Да, конечно Вы, кажется, Дживс, да? Друг товарища Литтла Но вы правы, товарищ Батт Мне, собственно, все равно Скажу вам Лично я не доверяю товарищу Литтлу В самом деле, товарищ В самом деле Извини Берти Мне нужно, чтобы кто-то переворачивал страницы Я сна пойду поищу кого-нибудь Перестань дурачиться Ты сам можешь это делать Хорошо Правда, красивая музыка Ну, да Ты не находишь, что влияние Жорж Сант на творчество Шопена было благотворным? Я не предполагал, что он его знал Берти, уже конец страницы? Берти Прости, Мэдалин Вустер! Вставай, свинья Послушайте Я должен был предупредить вас, чтобы вы не приставали к мисс Бассетт Я повторять не буду Вы меня поняли? Ну, я... Мисс Бассетт, мне нужны ваши ухаживания, Вустер Нет, я... Если я еще раз увижу, как вы навязываете свое общество этой беззащитной девочке Я оторву вам голову, и вы будете носить ее с собой в мешке Я ясно выражаюсь? Да, но... Никаких но, Вустер Никаких ну Держитесь от нее подальше Вы поняли? Да, Спот Для вас, лорд Ситкоп Лорд Ситкоп Ситкоп Вел себя странно за обедом Он все время станет Меня это не удивляет Все из-за этого Отец Эверарда нарисовал эту картину и подарил ему на свадьбу И так сэкономил на свадебном подарке Умно, очень умно Ты видишь, она ужасна Но Эверард любит своего отца, и не хочет его обидеть Поэтому не может спрятать картину в подвал И каждый раз, когда он садится за стол, он вынужден на нее смотреть Каков результат? Ни сварения желудка Точно Это сводит его с ума Эверард хороший художник Его картина даже есть в галерее Тейта Посмотри Это картина Эверарда Мне нравится патина Ты даже не знаешь, что такое патина Да, но когда говоришь об искусстве, можно с уверенностью вставить это словечко Корнелия хочет уничтожить картину своего свекра Она будет очень благодарна тому, кто сделает это И не сможет отказать ему ни в чем Ты украдешь для меня картину Но Я знала, что ты согласишься Какой милый, отзывчивый мальчик Он красиво смотрится Букмекеры предлагают сегодня 7 к 2 Замечательно Прекрасная лошадь Вам нравятся наши цвета Желтые и черные полосы и черная кепка Главное, чтобы лошадь не приняла жития за осу Простите, милорд Какой-то человек заходил и попросил доставить вам это срочно А что это за человек, Лотхен, вы знаете? Не знаю, миледи Молодой человек с длинной бородой Господи, боже Что это, дорогой? Письмо с отвратительными угрозами Письмо с угрозами Если вы не оставите 50 фунтов под большим белым камнем Позади главной трибуны в Будвуде Вы пожалеете об этом Мортимер Успокойся, дорогая Привет, дядя, тетя, привет, бабьи Дживс Ричард, слава богу, что ты пришел, посмотри Боже мой Когда это принесли? Несколько минут назад Молодой человек с длинной бородой Боже мой Неужели это тот парень, о котором ты мне рассказывал на днях? Дядя, который оскорблял вас на спикерс-корнер в парке? Я не знаю, может быть, он Я так и знал Что ты знал? Это политические дела Дай мне 50 фунтов, дядя Мортимер, и я все улажу Можно обратиться в полицию? Нет Они только помешают моему расследованию Не волнуйся, тетушка Бинго Глупый вопрос, но ведь это ты написал письмо Одно из лучших угрожающих писем Небольшая хитрость, и я получил то, что хотел Поставлю на океанского бриза и выиграю деньги на свадьбу Кстати, как тебе понравилась моя Шарлотта? Ну, я знаю, старина, знаю, затрудняешься сказать Не хватает слов, да? Она на всех так действует Ну, пока Надеюсь, лорд Ситкоп не заставит нас краснить на этом митинге Он полный идиот, и мать его была идиоткой Не будем это обсуждать Спасибо, папа Гудвуд, сегодня важный день для нас, да, Шарлотт? Да, папа, да 90% из них ставят на неудачников Здесь обнажаются все пороки капиталистической системы Капиталисты, гиены Интересно, Бинго и эта женщина здесь? Они где-то рядом, сэр Я вчера встретил товарища Бата в местном пабе Два к одному на океанский бриз Два к одному океанский бриз Хорошо, шесть к четырем океанский бриз Шесть к четырем океанский бриз Океанский бриз выглядит неплохо, как ты думаешь, Дживс? Меня немного беспокоит его аллюр, миссис Трайверс По-моему, с ним все в порядке Не могу точно определить его недостаток Он идет, пошатываясь, как при качке Вспоминается старая букмекерская поговорка Ходит, как моряк, бегает, как морж Чепуха, Дживс У той лошадки с жакеем в розовом и голубом Такая милая мордочка Я поставлю на нее Ромео Лед Тебе небезопасно выходить из дома, Мэйделин Шестьдесят шесть к одному на Ромео Шестьдесят шесть к одному Кто желает шестьдесят шесть к одному? Полагаю, это не поможет товарищу Литтлу Прекрати, пожалуйста, товарищ Бат Товарищи, товарищи Надеюсь, мы приехали сюда не ссориться Хорошо Я иду ставить Держи за меня пальцы скрещенными, дорогая Если придет первым океанский бриз Мы поженимся Океанский бриз два к одному Два к одному Семь к двум Шесть к четырем Делайте ставки Пятьдесят фунтов на победу океанского бриза Меня очень беспокоит письмо, которое мы получили Это какая-то шутка, Морти Я не прощу себя, если... Это он Кто? Человек с бородой Где? Надеюсь, мы все поставили на океанского бриза Эти скачки пустая формальность Старомодная затея, которую надо переждать Прежде чем мы с тележками побежим забирать свой выигрыш Если я выиграю, поеду отдыхать на Таити И ты на него поставила, Мэддалин? Нет Я поставила пять шиллингов на лошадь по имени Ромео Лэк Шестьдесят шесть к одному У нее симпатичная маленькая мордочка Да Когда я смотрела на нее, мне показалось, я услышал голос фии Которая произнесла ее имя Кубок Гудвуда Мы все надеемся, что это будет захватывающее зрелище Лошади уже на старте И вот Стардан Тикафтер сразу вырывается в лидеры За ним идет танцор, Красный Адмирал И, о боже, фаворит Океанский Бриз задержался на старте Впереди по-прежнему танцор, Красный Адмирал и Тикафтер За ними Серебряный Лис, Ромео Бедняжка Океанский Бриз пытается догнать их Но по-прежнему, по-прежнему впереди танцор, Красный Адмирал И еще с ними свежий ветер. За ними Тикафтер и Ромео. Хорошо идут. Догоняют танцора и свежего ветра. Красный бирал где-то рядом с океанским бризом, который предпринимает отчаянные попытки догнать остальных. Лошади вырываются на финишную прямую. Впереди танцор. Его догоняет свежий ветер, который выходит вперед вместе с Серебряным Лисом. Тикафтер сокращает расстояние. На последнем участке свежий ветер еще впереди. И кто это? Это же Ромео. Потрясающе, потрясающе бежит. Скачет. Отрывается от свежего ветра. Пересекает финиш. За ним свежий ветер. Тикафтер, Красный Бирал, Серебряный Лис и Танцор. И восьмым последним приходит океанский бриз. Господи. Я хочу сказать, боже мой. Я выиграла. Да, дорогая, ты выиграла. Разве жизни прекрасно? Сегодня печальный день. Судьба распорядилась так, что я вынужден оставить спасителей Британии и встать к кормилу власти в другом месте. Да заткнись ты. Другие будут указывать вам путь, который увидели мои глаза. Как наши дела? Я все потерял. Одна из мер, которые я намерен предложить в Палате Лордов, будет биль о расширении колеи британских железных дорог на 8 дюймов, для того, чтобы облегчить транспортировку домашнего скота. Мне могут сказать, что нельзя заменять 27 тысяч миль полотна для выполнения этой задачи. Но они ненаучно подходят к вопросу. Все затраты окупятся благодаря тому, что овцы смогут стоять в вагонах боком. Да здравствует спот. Надо распустить Оксфордский университет. Да здравствует спот. Мы должны развиваться. Да здравствует спот. Да здравствует спот. Ну ладно, пора начинать митинг. Как мы можем, он кричит как сумасшедший. Пусть Ричард начнет, он быстро выпроводит отсюда спот. Эти люди сказали мне, что мочка уха среднего англичанина короче, более четкой формы и лучше приспособлена к выполнению своих функций, чем мочка уха представителей других рас. Да здравствует спот. Товарищи, мы все объединились в борьбе против Олд-стрит и лондонского сити. В борьбе за Новую Британию мы бесстрашно вступим в схватку с большевиками. Мы за то, чтобы пролетариат был собственником орудий производства и распределения. Я не верю. Как ты думаешь, Джифс, голос феи существует? Возможно, сэр. Но я получил такую же информацию, как и мисс Бассетт от одного конюха. Джифс, ты поставил на Роман? Небольшую сумму, сэр. Чтобы смотреть скачки, было интересно. Добрый день, леди Биттлшэм. Милорд, сколько вы проиграли? Проиграл? На Кенском ризе. Я никогда не играл. Не играете? Но вы выглядите расстроенными. Этот бородатый парень здесь. Я ищу Ричарда, чтобы предупредить его об этом. Мы будем полагаться на старый, добрый английский кулак. Да здравствует спот. Продолжай, Ричард, скажи им. Я говорю вам, товарищи, сегодня здесь, в Гудвуде, мы наблюдаем пример порочного альянса. Я имею в виду союз плутократов, владельцев скаковых лошадей и букмекеров. Это еще один союз против рабочих людей Британии. Капиталист-собственник вместе со своими сообщниками, букмекером и газетным магнатом убеждает рабочего человека в том, что его лошадь чего-то стоит, тогда как на самом деле она может только выйти из конюшни, а потом складывает свои чертовы ноги и садится отдыхать. Друзья мои, друзья мои, большевики апеллируют к низменным инстинктам алчности и зависти. Мы все поставили сегодня честно заработанные деньги на океанского бриза. Ты прав, да? Но разве это волнует лорда Битлшэма? Вон он, товарищ. Говорю вам, эта страна не станет страной частных людей, пока кровь лорда Битлшэма и ему подобных не потечет по Парк Вейн. Я знаю, товарищ Литл не будет против, если я вмешаюсь, товарищи, и скажу, что и в наши ряды просочились враги. Даже в нашей небольшой группе есть племянник того самого лорда Битлшэма, которого вы освистывали минуту назад. Ричард! Племянник лорда Битлшэма? Нет! Нет! Друзья мои, большевики отличаются своей грубостью. Давай! Бей! Бей! Вот вам, милорд. Ты свинья! Давайте, 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 достаньте его, доберитесь до этого толстяка, давайте, врежь я ему! Позвольте пройти, джентльмены, позвольте пройти. Я бы тоже пила, если бы владела такой лошадью. Нет, он просто... Берти, когда мы вернемся в дом, мы поговорим с тобой о живописи. Пинтаж живописи. Отойди от меня, ты, Малтокрад. Сад. Автор Мэйделин Бассетт. И от рассвета до заката песня «Жаворонка» льется высоко в ветвях джакаранды. Сердце моего печальный сад, мои лишь слезы орошают. И старый сучковатый дух, он будет рад мне дать приют, когда мой час настанет. И камень на моей могиле слов несколько всего лишь сохраняет. Она жила. Она любила. По меркам огонь ее ланит. И здесь любовь моя почила. Послушайте, Спорт. Если вы не в состоянии бодрствовать во время чтения мисс Бассетт, не храпите, по крайней мере. Да, но... Вы филистинец, Мустер. Джимс. Черт возьми. А, вот и ты, Джимс. Простите, сэр, мне нужно было сходить в подвал. Что у тебя? Упаковочная бумага, сэр, и патока. Знаешь, что не могу понять, Джимс? Нет, сэр. Как товарищ Бат узнал, что Бинго – племянник старого Биттлшема? Боюсь, что я мог нечаянно сказать ему об этом в пабе, сэр. И таким образом прекратить роман Бинго и Шарлотты Роуботтем? Думаю, да, сэр. Теперь мисс Роуботтем считает мистера Литтла изменником и предателем. Бедняга Бинго. Патока? Да, сэр. Проверенный метод – вырезать из упаковочной бумаги небольшой квадрат, соответствующий размеру стекла, намазать его патокой и потом… О чем ты, Джимс? Так можно разбить окно без шума, сэр. А кто хочет разбить окно без шума? Или с шумом? Миссис Треворс дала мне понять, что вы собираетесь украсть картину, сэр. Позволь, я дам тебе понять, Джимс, что я не намерен воровать никаких чертовых картин. Ни с помощью патоки, ни без нее. Очень хорошо, сэр. Миссис Треворс будет разочарована, сэр. Неужели? Ты готов? Нет, не готов, тетя Дэля. Я не участвую в твоей безумной авантюре. Не понимаю, почему ты стал вдруг таким чувствительным? Это же твой стиль – вечно воруешь полицейские шлемы. Не всегда. От случая к случаю. Украсть картину гораздо легче. Надо просто вырезать ее из рамы острым ножом. У меня нет острого ножа. Нет, есть. Ну, послушай. На расстоянии из-за украины – на с Bern vs. Срен. Невероятно – на сене. Невероятно – на сене. Украсть картину – на сене. Украсть картину. КОНЕЦ 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 Черт! КОНЕЦ 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Это я. Подождите минутку, я налью вам выпить. Секундочку. Все в порядке? Черт, кто это? Мистер Фоттергилл-старш. Берт, ты опять все испортил. Позволь мне его положить, а потом продолжишь допрос. Чего он хочет? Думаю, хочет спросить, и имеет на это все основания, что я делаю в его столовой в час ночи весь в папике. Ты не сказал ему? Не сказал, тетя Деля. Я не сказал, что я должен украсть его картину, чтобы его сын излечился от хронического расстройства пищеварения, чтобы его благодарная невестка позволила моей тете опубликовать свой новый роман в ее журнале для уконченных леди. Во-первых, не думаю, что он мне поверит. Во-вторых, он уже был без сознания. Он опять все испортил, Дживс. Он и в этом ничего не смыслит. Боже, дай мне терпение. Берти, ты не понимаешь, что это значит для меня. Это ты не понимаешь, что это значит для меня. Пусть я старомоден, на меня не прилечают решетки на окнах и обед в железной миске. Ты пойдешь и возьмешь эту картину, Берти Уустер. Если ты думаешь, что я намерен снова возиться с этой чертовой патокой, ты ошибаешься. Хорошо, Берти. Обойдем себе с патоки. Не так ли, Дживс? Но это будет неправдоподобно, миссис Трэверс. Ему не придется пользоваться патокой, Дживс. Он не будет делать того, чего не хочет. КОНЕЦ 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 Ты принёс её. Он ещё без однания. Дай мне ножницы. Ты держи, а я буду резать. Ладно. Где Дживс? Я послала его за виски. Привет, Дживс. Я сделал это. Да, сэр. А вам содовый миссис Тревор? Совсем немного, Дживс. Мне тоже самое. Может, налить немного миссеру Фоттергиллу, сэр? Возможно, он придёт в себя, если смочить ему губы. Пока не нужно, чтобы он приходил в себя. Старая краска здорово горит, да? Я вспоминаю свою школу и наши вечеринки. Счастливое время. Счастливые дни. Ваше здоровье. Простите, мадам. Насколько я понял, мистер Фоттергилл Старшего зовут Эдвард. Эдвард, да. Можешь назвать Эдди, если хочешь, а что? На картине, которая у нас, кажется, написано Эверард Фоттергилл, мадам. Я подумал, что это важно. А мне кажется, Эдвард. Эверард? Эдвард. Эверард. Берти, ты проклятие рода человеческого. Если ты сжёг не ту картину, Корнелия меня убьёт. Что значит, если ты? Почему всегда я? Всегда я, да? Ну хорошо, я. Если ты мне не веришь, пойдём вниз и посмотрим. Они обе пропали. Мы сами видим, идиот несчастный. Кто-то забрал другую картину. Если позволите, сэр, мне кажется, я знаю, кто это сделал. Давай её сюда, Ситкоп. Что? Как вы смеете врываться в мою комнату? Картину. Я не понимаю, о чём вы говорите. Зачем мне воровать картину Фоттергилла? Что? Вы сказали картину Фоттергилла. Ну я, я... Я хотел её. Одолжить. Ну конечно, всё понятно. Крупные женщины, обнажённые, да ещё и с голубями. Да как вы смеете? Постойте, а зачем с поду воровать картину старика Фоттергилла? Да, зачем? Я не хотел. Я бы не украл. Но она красивая. Будет лучше, если лорд Ситкоп откроет нам тайну картины. Но я не хочу. Почему я должен? Вы расскажете всем. А... Это моя мать. Что? Не надо шутить. Вот это женщина на картине. Мать лорда Ситкопа какое-то время была моделью мистера Эдварда Фоттергилла, сэр. Боже мой. Как я мог бы сидеть в палате лордов, когда эта висела надо мной? Вообще-то она висела над буфетом. Спот, вы доставили нам много хлопот. Но вы хотите уничтожить Венеру, мадам Фоттергилл хочет уничтожить Венеру, и она должна быть уничтожена. А когда Карнелли узнает, что благодаря твоей глупости была уничтожена и ценная картина Эверарда? Да, но... Если вы позволите мне высказать предположение, мадам... Да, Джекс. Окно разбито, и пропали две картины. Можно легко убедить миссис Фоттергилл в том, что произошло ограбление, а мистер Уустер героически защищал ее собственность. Она должна быть ему благодарна. Понимаю, что ты имеешь в виду. Минутку, Джекс. Не понимаю, почему миссис Фоттергилл должна в это поверить. План предусматривает, сэр, что вас должны обнаружить лежащим на полу в столовой. Я далек от того, чтобы охлаждать чей-либо пыл, Джекс. Но в твоем плане есть изъян. Я не собираюсь лежать совершенно недвижимой на полу в столовой. Ты не играешь? Вот именно. Сюда. Положите его сюда. Хорошо. Дживс, возьми это наверх и избавь от нее. Хорошо, мадам. Разбей сначала окно, ладно? Позвольте, я это сделаю. Разрешите мне. Надо же, кто мог подумать, что модель ее... Очень хорошо, Родерик. Вам лучше пойти в постель. Хорошо. Помогите. Грабители, помогите. Где я? В комнате мистера Устера, сэр. Вам стало плохо. Правильно. В столовой. Он... Что это? Картина, сэр. Картина? Какая картина? Что вы с ней делаете? А международная банда, похищающая произведение искусства, пыталась украсть ее, сэр. Мистер Уустер вмешался и спас картину. Чертов идиот, я ненавижу эту картину. Это худшее из всего, что я написал. Бросьте ее в огонь, ради бога. Боюсь, я недооценила вас. Вы вели себя как герой, мистер Уустер. Берти всегда был смелым. Я вызову полицию. Какой стыд. Папина картина. Если бы Эверард и Корнелли не твердили, как им нравится картина старика, вопрос давно был бы решен. Именно, сэр. Всем их так часто случается. Но зато миссис Трейвор сможет купить для своего журнала новый роман «Миссис Фоттергелл». Ты совсем не думаешь о несчастных читателях. Тебе нужно шире смотреть на вещи. Хорошо, сэр. Все неприятности в этом мире из-за искусства. Это интересная теория, сэр. Не хотите ее развить? Нет, Дживс, нет. Просто мне пришла в голову такая мысль. Знаешь, как это бывает? Да, сэр. Берти Вустер, Хью Лаури, Дживс, Стивен Фрай. На русский язык фильм озвучен по заказу телеканала «Россия». «Россия» «Россия» Корректор А.Кулакова